Разочарована игрой, разочарована, в первую очередь, результатом. Не должны были проигрывать. Как говорится, даже здесь нельзя сказать, сколько нарушений, сколько игровой дисциплины, сколько нарушений было, когда получили вот эти две красные карточки. Женя почему-то непонятно, зачем полез именно ногой прямо в голову, сыграл в этом моменте. Ну и Паша Игнатович, конечно, сломал полностью игру в этом эпизоде, когда взял и ответил игроку. Вот эта несдержанность, естественно, привела вот к такому плачевному результату. И самое главное, что даже при таком результате, что у команды было на одного всего лишь больше футболиста, я не знаю, почему команда так далеко села и вдруг перестала бежать вперед, старалась больше обороняться, чем защищаться, больше, чем атаковать. Даже в этих моментах, хотя бы можно было у кого-то, на одного футболиста меньше, мы почему-то просто боялись бежать вперед. Игнатович признал, что он такие слова произнес? Я не знаю, что он произнес, он просто в раздевалке сейчас извинился перед ребятами за свою несдержанность. Мне почему-то кажется, что это был удар. За разговором, по-моему, ударил Савич. Вторая желтая карточка ударил, да, как раз был. А Игнатович, по-моему, за ответ, за то, что ударил локтем или, не знаю, чек, потому что в этот момент, оказывается, пошла атака, мы все отвернулись, и в этот момент произошел вот этот инцидент. Естественно, сейчас посмотрим, будем разбирать. И самое страшное, что вы были очень довольны, два важных игрока у вас в команде. А вы считаете, что вы сужил там красные карточки? Ну, вы знаете, во-первых, это была очень опасная игра. В судейской интерпретации может быть такое, что ты даже не задев игрока, не задев, не тронув игрока, но мог поднять так высоко ногу, что можно было нанести какую-то определенную травму. То есть даже не дотронув до игрока, судья может интерпретировать в этом плане. Но на самом деле Женя поднял очень высоко ногу, и там практически головой парень играл. И то, что желтый, красный, это все-таки не усмотрено больше судей. Но я не думал, что где-то было красным. Он как-то не объяснил свои действия? Я не спрашиваю судью. А Осипов? А Осипов? Я еще сейчас пока не задавал. Но, видно, не успел немножко с Захимчуком. И в этот момент как раз тот сильно хотел сыграть головой, но зачем он поднял пошел на бой? Вот это меня, конечно, немножко напрягает. Дмитрий Николаевич, вы как в перерыве не пытаетесь произвести задение с акцентом на оборону? Ну вот мы и поменяли больше на оборону. И, наверное, получилось у нас три защитника. Молодцов и Захарченко мы поставили с фланга. Просто они выходили, пока не разминаются. Не сразу, не с первых минут. И в центре поставили двух кренделев и сабитов. И перед ними немножечко, чтобы играл, и чтобы садился в середине Саркисов. Поэтому, чтобы у нас всегда было в середине, в середине было практически пять, ну и сзади пять, если, конечно, два игрока будут перестраиваться. Потому что мы увидели, что Спартак практически стал играть в открытых узлов, просто используя фланги. Поэтому мы тоже сзади поставили практически пять игроков. Но ведь не сработало, так как за счет вот этих спартаковской игры, наверное, сегодня мы проиграли эту игру. Потому что, хотя готовились к ней, знали, как соперник играет, знали, в какой футбол играют эти молодые ребята, знали, что вот этот именно спартаковский футбол отдал-открылся, отдал-открылся. Мы специально тренировались, но сегодня на самом деле и плюс две желтые карточки в самом начале 20 какой-то там минуты – это раз. Во-вторых, пространство. Ребята на протяжении первого тайма все равно доигрывали, как-то более-менее, чтобы удержать счет. А второй тайм, естественно, уже было немножко потруднее. И вот этот спартаковский футбол нас сегодня, конечно, перебирал. Еще вопрос. А откуда у тебя, как вам кажется, у Турика Гнатольевича, и где он вроде бы команда ведет, но наоборот, спокойнее, скажем так, но проявили вот так. Вы знаете, у каждого футболиста в футболе, как и в хоккей, наверное, тоже в этих видах спорта, есть люди, которые специально провоцируют какие-то определенные моменты. То, что мы повели в 1-0, да, Женин, я не могу сказать, что он хладнокровно играл, и все, просто он ног выстрелил в этот момент. И, наверное, все-таки его вина в том, что он неправильно пошел в этой позиции. А Ивнатович, это не сдержанность, это не сдержанность. Чем славится хороший футболист? Вы, наверное, все прекрасно помните наш известный случай, не буду я его называть, когда бьют головой в грудь, когда провоцируют словами, даже просто словами, и в конце концов получают красную карточку. Поэтому тут здесь могу сказать только одну вещь, что нужно хладнокровие. Нужно хладнокровие, и тогда тебя называют, как бы тебя не называли, когда тебя не обзывали, все равно нужна сдержанность. Нужно проглотить это все. Знаете, как мне как-то говорил тренер в школе? Тебя проверили между ног, а ты забей гол, тебя обозвали, а ты забей два. Вот чтобы вот так вот всегда было, это, наверное, мне кажется, это будет лучший ответ, чем ударить соперника в артем или головой, я не знаю, чем он там сделал. Встречаетесь с одним из лидеров в следующем ходе, и потеряли двух одних фактически ключевых игроков. Будет непросто? Будет непросто. Будет непросто. Будем готовиться, тем более, еще играем через два дня на третий, поэтому будет непросто. Будет непросто. Будем стараться подготовить команду. По крайней мере, постараемся проявить бойцовские качества и то, что сегодня у нас их не было. На самом деле, хоть ребята и старались. Понимаете, есть моменты футбольные, которые присущи игрокам элитного дивизиона, элитного футбола. Я хочу, чтобы у ребят эти качества были. Понимаете, всегда нужно играть на опережение, всегда нужно выигрывать единоборство, всегда нужно разговор подсказывать. Это все. Главное и самое важное – это концентрация. Концентрация на протяжении всей игры. Когда эти качества у каждого футболиста будут, тогда мы добьемся каких-то определенных результатов. Пока мы только на стадии всего этого. На самом деле, очень плохо. Ребята перестраиваются, подстраиваются под нашу игру. И, поверьте мне, может быть, уже два-три месяца команда вместе играет. Все друг друга понимают. Нет, еще друг друга ничего не понимают. Они только начинают понимать, как говорится. Начинается этот слаженный коллектив, который будет решать какие-то определенные задачи. А вот так вот в данный момент пока есть. Дмитрий Николаевич, такой вопрос. Оказалось, что все-таки в последнем втором команда поменяла тактику. Если раньше откровенно действовал первым номером, атакующий футбол сейчас уже играет наоборот, даже если это при равных составах, когда матч в матче. Вы знаете, если брать... Мы каждый матч разбираем индивидуально. Смотрим по сопернику, смотрим, где какие зоны, как можно использовать для того, чтобы забить гол. Допустим, в игре с Нальчиком мы знали, что Нальчик такой же, как и «Спартак Москва-2». Это две команды, которые любят играть с мячом. Кавказский футбол и спартаковский футбол. То есть они любят играть с мячом. Чтобы лишить команды соперника мяча, нам необходимо иметь таких же примерно квалифицированных футболистов, как и в других командах. То есть кавказские футболисты, они более техничные все равно, чем в других областях и провинциях. Вот что касается этого, поэтому мы подстраивались, знали, что «Спартак» играет в такой футбол. Но мы знали, что самое главное, не садиться с ними далеко. То есть встречать где-то в центре. Потому что если сядешь, они в конце все равно что-нибудь сообразят. Так и произошло, когда мы стали уже больше и больше садиться. Но вы сами прекрасно понимаете, играть восьмером довольно-таки тяжело. Очень тяжело. Тем более они играть стали очень широко, соперник. Поэтому здесь перестроение в обороне имело двоякие ошибки. Можно так правильно назвать. Тем более играть с таким соперником, как вы сами прекрасно знаете. Все ребята прошли школу «Спартака». Это уровень, это бренд. Мы все это прекрасно знаем. Поэтому знали, что они играют в такой футбол, но не ожидали, что у нас может получиться так вот мне красный карточек. Все, да? Спасибо.